Еду такой, еду, а тут бах! Техника другая стоит. Так, чё тут? Работа... Такой же пресс, как у нас. Опа! На тебе! А! Такая же техника. О! Новосибирск! О! Так, а мы сейчас уходим сюда. Это... Всем привет, друзья! Хозяйство Павла... Павла Чопозова. У него жадкие... Просто раз я снимал, там были... Жадкие плющилки и... Здесь была... Роторная косилка косила. На данный момент... Вот они приехали тоже прессовать. Мы косили в один день. Вот. Вот. Там... Крабли ходят волковые. Вот уже собрали. Здесь волок лежит. Так, а мы у нас... Наши сены дальше. Так, он... Ходит с волковыми граблями. А какие грабли волковые, я не знаю. Чё, производитель какой. Ну, грибут вон... Волки собирают. Восьмиколёсники. И отсюда вижу сырца много. Живца. Наверное, только приехали. Привет, Александр Николаевич. Здравствуй, Владимир Петрович. Ну, чё ты? Как скажешь? Как объяснишь ситуацию? Приехали? Да. И бочь пришёл. А он вот начал капать. Я даже не знаю. Это нервов никаких не хватает просто. Я уже и счётчик по нулям выставил. Ноль-ноль. По стороне хуя это. Он забелел на Булумбаевке. Где-то лес-то готовит. Да-да-да. Ну, чё? Давай чайку попьём. А чё просто так ездить? Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ну, что, Александр Николаевич? Отлично, Владимир Петрович. Чаю попили? Попили. Вон домой поедем. Сейчас пройдёт, закончится. Не говори. Бедному крестьянину. Русскому, Ванюшке, всё одно камешки. Да. Даже сегодня не пришлось шланги даже подцепить. Ну, знаешь, честно говоря, вчера я тоже смотрел на... Вот это всё было темно-темно. Ну, как-то прошло. Позавчера приехал с райцентра. Было тёмное небо. Я тут думал, в Карташово, в Артыни, тёмно всё. Я думал, там, может быть, нет, там не было. Позвонил туда-нибудь, не было. Ну, вот видишь. А вроде передавали-то без осадков. Ну, а что без осадков? Вон это у нас, там, мужичок с Любимовки. Передавали без осадков, но её видно, она той стороной, где-то за Петропавловкой идёт. Пришёл, говорит, между мысом и Смахваловым, куда дальше, слил и всё. А сюда, говорит, подъезжаем, у Чеплярова, вот Чеплярова, обговорился я, как она деревня-то, черталы, рулоны крутят. Ну, да. Ну, у меня нет больше кашидин, только здесь лежит. Мы поехали в Дугу Холю. Значит, не испортится, если она ещё растёт. Ну, травёнка ничего это подтянулась. Ты говорил, не было? Подтянулась, да-да-да. Я даже вот на своём покосе обращал внимание. Ты видел, там оставил, эта ромашка была. Да-да-да. А она, это загустела. А то можно было прямо так пальцы в траву засунуть и пересчитать, сколько их. А загустела, да. Всё равно она помаленько подсад даёт. Да. Ну, что, уважаемые наши зрители. Дождь. Идёт, не прекращается. А, даже вот как взялся в одной паре, так и идёт, и идёт, и идёт. Сзади Александр едет, я тут перед, он сзади. Приехали даже, ну, только доехали, остановились, и дождь пошёл. Ну, и бригада Павла Чопозова тоже трактор, где был с таким же прессом и с граблями, тоже домой поехали. Ну, не домой, но осталось там поехали. Тоже, как говорится, всё. Ну вот. Вот и весь, как это сказать, сенокоз на сегодня. Прольёт хорошо. Так, сейчас будем объезжать лужи. Ну, чтобы не повредить подбирающий механизм пресс-подборщика, объедем здесь. Едем, едем. А он не прекращается, он идёт, и идёт. Такой. Надо, чё. Ничего страшного. Значит, сегодня был не наш день. Не наш день был, вот и всё объяснение. Так, ребят, продолжение сенокоза нашего. В тот день, 18 августа, у нас не получилось ничего сработать, потому что, ну, сами видите, какая была погода. Только приехали, даже не успели шлангов зацепить, пошёл дождь. Вот так вот. Продолжение было через день, 19, 20 было. 20 августа. Наступила более-менее нормальная погода, хорошая. Я с утра позвонил, Саня был дома. Александр Николаевич дома был как раз. Я говорю, так и так, Саня, ну, чё ты, приедешь, сможешь, нет, приехать. Он, да, смогу. Приехал, мы поехали на сенокоз. Денёк, правда, стоял хороший, неплохой. Но, к сожалению, на тот момент, в тот день, я не взял с собой никакого её камеры. Поехал и забыл это всё дело. Вот. Ничего не снимал. Приехали на сенокоз. Приехали мы, чё, наверное, начало 12-го было. Приехали рано. Денёк был жаркий, такой хороший. Мы, подожди, короче, сено, вот на тот момент, ещё оно было маленько сыровато. И не подошло оно ничего. Не совсем подошло. Мы его сворошили, я его сворошил. Снова не волки собрал, а сворошил. Поднял его, вот это всё, всё по лесу поднял. И начали мы прессовать. Выехал я в 4 часа вечера только прессовать. Александр Николаевич выехал, сделал несколько волков. Попробовали волки, вроде, ну, сухие, ничего, начали прессовать. Но прессовал я в тот день в районе там 40 или 50, не помню уже точно сказать, рулонов. В тот день. Но не всё спрессовал, там осталась часть. И сено было всё равно, маленько было с сердцой. Где-то там что-то попадало. Попадал вот этот живец. Попадал. Вот. Дело в том, что я... Ну, когда прессовал, чувствовал, вижу, что как-то тяжеловато идёт пресс. Ну, и вот приехали потом с Еленой Степанной. Ну, мы работали, что там, до 7 часов вечера. Приехали домой уже поздно, пока отцепились, пока то и сё. На следующий день поехали с Еленой Степанной. И забраковали остальную всю кушенину, потому что сено было волгловатое, не подошло. Ну, и с утра был большой туман. Приехали мы, потрогали волки. А, ну, не было в тот день, ещё в понедельник после 20-го, 21-го, не было такой тепла. И мы их оставили с Еленой Степанной. Ну, и те рулоны, которые мы спрессовали с Александром Николаевичем, они немнож... Некоторые рулоны запыхтели. Вот, вы видели тут ролик, кстати. Когда, ну, я говорю, там наступила осень, когда привез рулоны, они запыхтели. Не все рулоны, но некоторые рулоны стали тёпленькие. Очевидно, попала вот какая-то где-то невылежанная трава. И вот тебе, пожалуйста. Вот случилась такая вот неприятность. Потом, через некоторое время, через несколько дней мы... Ну, а, это уже будет другой ролик отдельный. Это уже мы с Еленой Степанной ездили. Это уже... А в данный момент вот у нас идёт дождь, сырая погода. Вот так вот, ребят. Вот, вот, сезон 2023 года, он такой вот суровый, вот, не очень хороший для крестьян. Во-первых, ну, погода не даёт работать и с сеном, и с зерновыми культурами. И, ну, это тот, кто ничего не держит, никакое хозяйство, живёт там каким-то другим ремеслом. Вот. Ну, ничего не садит, ничего не заготавливает, никакой скотины. Ему ещё более-менее нормально. А вот нам, простым крестьянам, им в этом плане посложнее. Так что вот так вот. Ладно, там будут ещё ролики. Вот, с ней этот дождь идёт. У меня есть время для вас смонтировать видео. Так что видео сейчас... Пока есть время, я досуги монтирую. Вот, если бы стояла хорошая, жаркая погода, то, наверное, видео, наверное, выходили бы чуть пореже. Вот так вот. Ну, всё. На этом всем удачи, всем пока. Да, кто-то спросит, почему трактор стоит под дождём. Но на это есть другая причина. Это... Проводил техническое обслуживание. Ремонт трактора был. Но это тоже, может быть... Тоже, возможно, покажу видео. Ну, всё. Всем удачи. Пока. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok